Интимный опыт, это я люблю такое, да. Ой, а вы знаете Джонни Юстаса? А я его знаю. Он снял вот тут интересное видео по стулкеру, в VR-чат играет. В общем, любит VR жестко. И недавно играл в молочные сисы, буквально 4 часа назад. Так что советую заценить. А еще, как я погляжу, он регулярно стримит. Ссылка в описании, если вам мало Евгена. Евгена всегда мало. Заходите к Юстасу. Он-то вас точно удовлетворит. Не, мне его видос понравились. Видели отрезочек? Крутой же. Мы сегодня с вами посмотрим игру под названием. Уууу, токи-доки, да? Я просто смотрел, каких модов давно не было. И свежего взгляда не было вот очень давно. Я пройду хотя бы один мод когда-нибудь. Они слишком длинные. Зачем делать такие длинные моды? Все равно их никто не пройдет. Такой человек, как я точно. И я сегодня голый. Еще у меня болит горло. Если что, ребята, я заболел. Но это, видимо, это подарок на день рождения, ребята, от Иисуса. Иисус не спасал на меня болезни. Ну, я до этого не болел полгода. Я не знаю. Мне даже все равно на то, что я болен. Как бы я не то чтобы расстроен или как бы не расстроен. Просто я как... Понимаете? Я понял, что я заболеваю еще вчера вечером. И... Не знаю. Мне просто было все равно. Как... Вот просто вообще не до этого. Понимаете? Просто такие планы. Мне вообще не до этого. Поэтому я такой... Не важно. Все. Я не знаю. Серия может быть короткая. Посмотрю, как мой горло себя будет чувствовать после... Не знаю. От того, как я начну читать. То, что будет происходить далее. Если... Более-менее нормально, наверное, прочитаю больше. Если нет, то меньше. Ладно. Доки-доки. Голый Евген. Так. Каких ушей... О, смотри. Вот каких ушей у нас давно не было. Сцепи за уши. Она подождала еще немного за спиной Моники. Перед тем, как присоединиться к разговору. Поза. Кто за чьей спиной? Да, в принципе, сейчас узнаем. Она выхватила стих из рук Моники. О, господи. На сути, не хотела, чтобы Моника прочитала его цепи за досушью. Скоро лишь сделала мое любопытство сильнее. Полагаю, мне стоило увидеть, что тогда произошло. С Юрия иногда поднимала свою голову. Похоже, она хотела побеседовать вместе с ними. Но воздержалась от этого. Я вспомнил о том, что Моника сказала мне. Наверное, она не особо уверена в себе. Так что не буду ее заставлять. Постой. Так что осознал, что мы же за Юрия играем. Да, это же новый взгляд. За который денег не берут. Если я заговорюсь с ней, то она может подумать, что на нее оказывают давление. Я окажу на тебя максимальное давление, Саша. Все мысли в моей голове идут кругом. Ну да, до этого же Моника отправила меня путешествовать во времени. Класс. Моя игра развернулась и ушла от небольшой группы людей, чтобы в очередной раз съесть со мной рядом. Ее орел вздохнул. Вообще, сколько градусов я хотел? Знаете, просто почему-то я как бы заболел, но при этом я дико голоден. Слушай, я вот дико хочу есть. При этом ничего такого у нас дома нету, чтобы можно было прямо... твою мать вчера и вчера свой прогноз погоды в 20 часа ночи к домой пришел с фильма с успея кстати фильма хавной вонять не ходить и вроде как должно было быть где-то минус пять днем минус 12 и смотри зима пришла мне не нравится и на меня как бы нравится зима на чё-то понимаешь к ты больно хотя к ты более уже без разницы сколько температура на улице насколько я знаю это уже не имеет значения то есть пашка то заболел застудить горло например еще раз по моему уже нельзя то есть как бы она как бы есть это как бы очень холодно ты можешь заболеть вот и сильнее по моему заболеть уже нельзя если горло уже болит можно ты заметила что нацуки ведет себя как-то иначе она со мной разговаривает серьезно разговаривает воля снова был в моем поле зрения он с энтузиазмом читал ее стихи на своем пока похоже ему он понравился ну ой да наверное на цикке всегда себя так ведет всегда себя так ведет что ты имеешь ввиду как только не я буду читать обычным голосом как только у нее появляется что-то на уме ее поведение немного изменяется начинает изменять хотя если честно я не помню что видел ее обеспокоены раньше это немного странно именно вы просто обсуждали ее стих который уже прочитал волес и как только она вернулась она отобрала его у меня и не хотела возвращать она не захотела его возвращать как странно такой ситуация найдется немного по-другому но не настолько ведь вот именно я пыталась убедить ее чтобы она вернула стих но он ей очень сильно понравился на самом деле мне кажется что тут стих был написан именно для нее шок волес пишет стихи именно для нацуки знаете чего мне не хватало в доке в оригинале то что нужно всегда обязательно делиться стихом мне бы хотелось иметь функцию не делиться и чтобы девочки обижались мне кажется это было бы очень круто я хочу дамче версию доки где можно не делиться стихами погоди получается волес написал стих для нее ну то есть да в этой реальности в этой игре в этом моде волес симпатизирует нац суки но вообще по моему по канону волесы должен симпатизировать нацуки а потом саюри да или нет вот как считаете каков канон каков канон доки что правильно где истина она где-то рядом или у евгена дома под столом в моих трусах на которые вчера пролил в пролил на стойку доктор август погоди получается волес написал стих для нее очень махунь в точку мы говорили о нем но ему похоже было не по себе не удивлюсь если он пытается ее впечатлить тому же реакция нацуки может иметь к этому прямое отношение я думаю что наш маленький пекарь влюбился влюбилась наша маленькая наш маленький пекарь к гейминг мое сердце снова замерло а мое сердце замерло я не помню какая песня а мое сердце остановилось мое сердце спасибо тебе за вставку я больше не буду бить тебя ногами ну пока что спасибо евген я знаю что ты меня любишь нет саш не люблю ты же хей да да влюбилась извините отвлекся на александр наверное любовь прекрасная вещь но разве она способна менять людей я думаю да я я даже не думаю я знаю и что чувствует нацуки если она любит еще знаете у меня носки вот бывает такой одел носки утром бушт ну теле не искать носки ты взял отдел носки с утра который снял ночью и ты понимаешь что они хаваной ванят и и вся твоя одежда ванель хаваной пусть и вчера ну бухал понимаете если бухаешь обычно следующий день одежда воняет я не знаю почему воняет на всем чем только можно и мне ленью менять поэтому я подумал окей поиграю в доки и тогда заменю одежду я давно к тому же не бухал вообще что-то не знаю у меня с бухлом сейчас как-то все идет не так как хочется то есть то я заболел после бухла той обливать пошел то еще что-то пошел почему-то все время все идет не так и на тут что пошло не так ваше мнение это чувствует нацуки если она любит я думаю что она чувствует бабочек в животе а может быть в это просто понос это так трудно понять я просто не понимаю любовь не говори глупости моника они же совсем недавно познакомились что они типа любить друг друга не влюбиться можно довольно быстро не находишь достаточно нескольких дней что полюбить кого-то чему моника ведет со мной этот диалог думаю что ты и так об этом знаешь учитывая то учитывая что разумеется я хотела познакомиться с ним поближе очень поближе значит ли это в общем вчера у тебя с нацуки был спор самом разгаре когда тебе понадобилась помощь что повинулась к нему если мне не изменяет ни с кем типа александра память нет 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 конечно же нет кажется я покажу кажется мой орел покраснел страшные звуки винды нет чтобы полюбить кого-то несколько дней будет недостаточно нужно несколько тысяч лет определенно и и и потом раз уж воля сынацуки хорошо смотрятся вместе то у меня нет права на это чувство не ну как нет права понимаешь сердцу не прикажешь сердца хуем накажешь думаю что никому нельзя чувствовать ты можешь свободно чувствовать все что захочешь юрий у даже желание резать себя щедро моника ты щедро со мной черт возьми нет это видео явно будет коротким потому что я вот и чуть-чуть посидел а горло уже все просто если я буду сейчас напрягать его то она явно не скоро заживет и это плохо просто будь насторожение дай ему изменить тебя или изменить тебе то же самое постарается сделать и нацуки постой а ты уже говорила с нацуки ох я поняла я подруга нацуки так что должна и помочь именно ладно чем займемся разуме не должна начать делиться стихами ох точно стихи разговор стал настолько интересным что даже забыл первоначальную цель нашу первоначальная цель диалога была в том что моника пытается накалить асфальт между мной нацуки чтобы на нем можно было жарить яйца все раду к теле я взяла стих который я оставил на столе и передала его моники я написала стих который несложно понять в отличие от вчерашнего я готова выслушать критику она взяла стих в руки и начала вертеть им как будто деревянным писюном кажется будто она его могла читать целую вечность она перестала смотреть на стих и взглянула на меня оценивающее ты права это стих несколько отличается от вчерашнего он довольно сложный на этот раз я не смогла понять чем заключается его смысл если только это не является чем-то очень мрачным я хотела что-то сказать но так и не поняла что именно я несколько секунд стояла на месте пытаясь подобрать более согласованный ответ просто в общем я отыскал это у себя в мыслях но это довольно сложно описать словами но тебе понравился стих ох да конечно хотя хорошо получается подбирать слова юрия твои стихи завораживают как только я начала читать его и не смогла остановить орла у тебя довольно интересный стиль письма ну спасибо я же долгое время совершенствую свой стиль письма и слышать такое тем не очень приятно можно мне простили письма мы можем говорить про отношения дальше вот это было интересно продолжая в том же духе она потянулась к своей сумке за стихом но успела заметить что у нас закончил разговаривать с нацукой ох полагаю он собирается показать тебе свой стих я вернусь после этого события пряту тебе времяпрепровождение с ним мне кажется моника же на что-то намекает понимаете в кладовку сейчас пойдем и правда воля шел ко мне жалко что не в кладовку как только он подошел я немного жрал свой стих нет причин для беспокойства и вот я снова смотрю ему в глаза посмотрим что ты приготовил сегодняшнего дню он широко улыбнулся мне и протянул мне свой стих я улыбнулась в ответ у меня в животе странное чувство моника ты что забила мне голову этими мыслями я посмотрела на стих валентинка ваниль вертеть в да опять расскажет юрина это так и в юре молчание опять же в самой структуре прослеживается не стыков какая-то не структура это просто набор слов и воля стоит и смотрит на меня так как будто он даун доцепешник блин дотик но очень потау однако сам стиль был немного другой он был лучше слова гармонировали друг с другом а сама сама мысль которую он хотел передать была ясна я думаю мысль такая типа он подобрал злова которые подходят на цуки и новый я думаю пора засунуть эту капсулу себе в рот слова гармонировали друг по той слова уже от гармонировали ну давай очевидно он представлял себе некий образ пока писал его мы оказалась права стих был написан для нацика очень хорошая работа волес на тебя повлияли увиденные вчера стили каждый из наш вы можно и так сказать у меня не осталось сомнений нацуки определенно оказывал на него в своем лолевская лоликонское влияние любят лоликон заметил те же самые лоликоны которые были использованы в его стихе простота и эффективность мне тоже поразило то насколько по разному себе пишем поэтому я обожаю этого стремления пробовать что-то новое ну например использовать другие слова чай запятую в своих бумажках по моему тебе не стоит сдерживать орла и нужно быть более смелым выражение своих чувств метафора всегда оказывают большое влияние на твой стиль но не нужно заставлять свой мозг работать как сложный механизм из множества шестеренок я люблю сосать конфетки ставь лайк если любишь сосать конфеты или просто сосать ведь только утром я подумала что письмо должно быть самопроизвольным поэтому стихи это неправильно вот почему мне не нравится подготавливать стихи к такого рода мероприятия мне бы хотелось увидеть насколько сложности смог написать олэс пусть чувства сами направят твой разуме он тебе поможет на бумаге отразить то как ты видишь и слышишь мир вокруг себя это один из способов позволить считать его заглянуть внутрь себя это довольно интимный интимный опыт это я люблю такое да он просто улыбнулся мне но кажется что я потеряла его к пыталась объяснить что чувства могут направить его хотя я не возражаю мне все равно очень мило получалось приточие каков мой ход мыслей понятно это действительно интересный прием спасибо что поделилась им со мной я робко протянула свой стих пора увидеть что он думает о нем это ведь не настолько странно верно у меня есть один пример если вдруг захочешь прочесть конечно а твой сегодняшний стихотворение я кивнула и ждала когда он начнет читать он осторожно взял стиху меня из рук его движения такие грациозные он начал читать как и раньше он не спешил волос просто молчал может мне начать разговор то что если я побеспокою его пока он читает я знаю как то неприятно хотя беспокоит и я сломал игру ребята юфген сломал игру игру сломал и знаю просто у меня что-то с видеокартами в последнее время я ведь ломали так я не понял что у юри у нее есть один пример если друг захочешь прочесть конечно за твой сегодняшний стихотворение я кивну выждал кого начнет читать а постой это я и это уже было просто мечты игра крашу или же теперь я сомневаюсь он понял смысл или нет то и должен упускать из виду самого самооформление стиха но ведь тоже является его частью письмо это совокупность давайте это пропустим давайте перейдем уже вот давайте перейдем уже к интересному контенту кому все вот это уже пережили а посты тут же нельзя так отматывать как бесконечном лете давайте продолжим отсюда ох вот как но тогда я здравствуйте прочту его моника улыбнулась передала мне свой стих я взяла и начала читать пытаясь и не помять прекрасный лист бумаги моники ну обычный стих который ухты я стоял на месте смотрел на ее стихи целую минуту ребят вообще любите стихи то есть мне кажется большинство людей которые любят литературный клуб доцки доцки не любят сами стихи я например не люблю стихи считаю их скучными как бы я и знаю как стих может быть интересен то я понимаю как может передавать мысль есть и никогда и писал что понимал что ничего хорошего не напишу как бы может быть я заранее себя в этом убедил поэтому ничего хорошего не пишу не знаю просто я не ну как бы считаю что это тупо писать стихи 2к 18 ну просто потому что все равно ты не перепрыгнешь ну мне так кажется что больше всего 95 процентов людей кто пишет стихи не перепрыгнут крутых чуваков из прошлого которые писали крутые популярные стихи и вот это я всегда убиваю что ты думаешь понимаешь тут все равно ты не перепрыгнешь 95 процентов крутых чуваков вот именно в плане стихов как в других областях я думаю что можно я стоял на месте и смотрел на ее си в целую минуту это стих впечатлил меня больше чем тот который я прочитала вчера написанные перемешку слова создавали идеальный ритм и пусть даже смысл стиха мне немного непонятно слишком много внимания уделили стихам в этом моде я что-то чувствовал этот стих заставил меня что-то почувствовать такое не часто происходит но это просто невероятно карла я посмотрела на монику и широко улыбнулась и у тебя замечательно получается моника в том стихе я не нашла недостатков если честно мне он понравился больше чем мой какое откровение не думаю что он лучше твоего прочитав твоя могу с уверенностью сказать что мой с ним и рядом не стоял однако я польщина тем что хвалишь мой стих что тебе понравилось моем стихе я задумалась на несколько секунд пытаясь облечь мысль в слова стихи есть множество ярких элементов что очень хорошо но здесь есть и два особых фактора благодаря которым стих мне и понравился первые метафоры ой господи а мы можем пропустить вот описание стихов я люблю я сказал я я хочу контент так ну а нацуки появилась эй вы что дети стихами без меня нацуки у нас снова стал говорить как буф суки это совсем не круто мы втроем посмеялись конечно мы не забыли о тебе давай покажи нам свой стих она горпыш на горде и подняла его воздух вот еще передала ему мне моника глядела через мое плечо пытаясь прикинуть через него фалос пытаясь прочесть их вместе со мной постой эми пауки а это эми из колледж клуба нифига себе многоходовочка прошлом блин это какой-то заговор они взломали мой пк и написали стих про эми которая была в прошлом видео по доке писец это пизда ребята это пизда многоходовочка хованского случилось и сегодняшний стих был значить ты больше чем вчерашний я даже читать его не стал и запил воды все горло вылечено его трудно описать что-то вроде смесь состоящий из ее обычной простоты решительного послания так а что будет дальше а что если мы пропустим стих что ж произойдет что будет дальше неважно я передал ей стих передала ей стих и она начала его читать чуть не разрывая его нервничает я это чувствую она прочитала мой стих несколько сотен раз как как извини как-то смогла написать о том же что и я как такое вообще возможно просто мы написали об одном и том же что ли действительно как-то возможно как так вы а ну что мы лучшие подруги вот почему ах это полагаю мы как-то связаны между собой и что счет стиха тебе понравилось ну знаешь это немного на тебя не похоже на меня не похоже она ведь не поняла его смысл да даже модика не смогла понять никто меня не понимает о наконец-то мы обсуждаем теперь декорации просто ну вот эти комотина стихами ребят ну правда давайте пропустим если нужны только декорации то все пройдет хорошо верно то есть мы обсуждаем же фестиваль хорошо это все замечательно но я так и не поняла что именно мы организуем для фестиваля ой прости я была уверена что ты уже слышала мы организуем выступление похоже мое сердце перестала стучать выступление это какая-то шутка нет ее вид говорила об обратном я ни за что не стану выступать выступление в моника не выслушивая наши опасения она встала в гордую позу и бедем как как что-либо сказать сделала вдох мы будем выступать со своими стихами каждый из нас выберет стихотворение которое будет читать на фестивале но изюминка в том что мы позволим прочесть стихотворение любому желающему саюрия как раз пишет информационные плакаты чтобы всех было время подготовиться и и саюрия молчал еще с самого начала обсуждения но она показала нам плакат над которым работал смотри-ка она все-таки что-то делать могли плакат какой-нибудь показать чисто по прикол я не знал что она хорошо рисует у нее были тонкие штрихи раскрашивание хорошо выполнено я улыбнулась ей но на сути было пихуй похоже она сейчас начнет кричать на монику ох пиздец начинается моника ты издеваешься я надеюсь вы еще не начали их расклеивать а ну вообще-то начали думаешь это плохая идея но не то чтобы иди это неплохая но я на это не подписывалась знаешь ли и за что не стану выступать перед кучей народа я робко подняла руку я не хочу выступать против моники но я уже не могу сдерживаться я согласна с нацуки я бы никогда в жизни не смогла сделать такое представив что я стою перед кучей народа я не могу точно нет я страха замотала головой девчата похоже саюри хотел что-то сказать но моники было пихой и она замолчала оставь саюрия я понимаю их реакцию не забывай что кроме этих двух дней юрист на сути никогда не с кем не делились своими стихами а я попью воды святой источник выручает как пятерочка я почему-то упустил этот момент простите меня я чувствую себя виноваты как только увидел что маленько грустит из то что мы отказались от ее идеи постой а вот вроде не горячий я правда правда хочу постараться ради нее просто не могу я знаю свои возможности нацука молчит похоже моника не собирается сдавать однако я все еще считаю что вы обязаны выложиться на полную на нас лежит ответствует за судьбу литературного клуба если мы возьмем инициативу и хорошо выступим то и других дых на вдохновим на чтение стихов а чем больше людей будет выступать тем лучше у нас получится донести до них насколько захватывающей может быть литература да ведь манга тоже раз стиль литературы раскрывает ваши чувства это словно заглянуть глубоко внутрь себя открыть новые горизонты и повеселиться не верю шам своим саю риф правда сказала смысле я не должна судить людей пока не знаю них побольше она навсегда такая тихая а волес будет что-то говорить просто вопросом а что делает волес как бы мы тут четвером общаемся а волес куда-то как вам сказать главный член нашего клуба куда-то пропал не ожидал что она столько проникла стихами то что она сказала имеет смысл как я говорила ранее пусть чувства направляют разум а мы имеем жестко раком смысл камчатским в позе камчатского краба да именно ведь как раз по этой причине мы собирались в этом клубе я постой я думал мы собирались потому что нам грустно и мы хотим типа но покура покуролесить жестко разве не хотели бы вы поделиться этим с другими вдохновить их на поиски тех женщин что привели нас сюда ну я например хочу потратить купон из макдака просто мне дали купон на холодный напитка у меня только горло болит какой напиток блин холодный я знаю что да я знаю мы все хотели бы этого и если все что для этого требуется это простоять перед комнатой аудитории пару минут и прочесть их и сомневаюсь что у вас получится не ну на самом деле что они нервничают мы же как бы не не я же один это буду делать мы все в одной лодке есть обозоримся то вместе так все молчат нацуки продолжил молчать наверное размышлял о достоинствах и недостатках выступления хотелось бы мне что-то сказать но сломоньки продолжали звучать у меня в голове как кружится моя маническая голова она права наша цель собрать в клубе больше членов и поделиться нашей страстью к литературе свое ли такое сильное не сильно беспокоил она с тревогой смотрела на нас и ждала ответа боже моника как у тебя получается убеждать людей полагаю этот навык у нее еще дискуссионного клуба внезапно воли решил вступить в разговор наконец-то то я уже думал он помер вот интересно что будет дальше в день до фестиваля или в тот день когда юрий вроде как должна прийти главному герою плакаты красить она не придет учитывая что он любит нацуки вот самое интересное начнется дальше ребят главное дотерпеть я не хочу проматывать потому что боюсь что-то пропустить но вот дальше начнется контент ради которого мы пришли я согласен я не думаю что ты просишь слишком много как по мне сайорис моника очень стараются привлечь клуб новых членов небольшое выступление меньше что мы можем для них сделать ну может и так но менты моники сработали на нацуки такого и следовало ожидать она никогда не упускает возможность поделиться своими увлечениями учитывая то как хорошо моника все сформулировалось ей невозможно не согласиться хорошо ладно наверное просто надо пройти через это отлично спасибо нацуки а ты юри все в нем все внимательно смотрели на мне черт возьми мое слово сейчас решит все что же мне делать даже волес хочет чтобы я сделала это если он сможет то и я смогу ой полагаю у меня особо нет выбора значит выступаем все юри ты лучше да я как бы ничего не делал и не говорил я снова вздохнула как пожилая сила этот клуб когда-нибудь точно станет моей могилой слушай но 2 2 могилы это сила боже у тебя все отлично получается юрия не переживай неужели и так трудно понять насколько мучительно может быть нахождение в центре внимания это просто не мое я не смогу сделать это я такой родилась и так перейдем к главному я хочу чтобы все выбрали по стихотворению мы будем тренироваться читать их друг перед другом моники пора завязывать ее внезапными решениями я чуть было не свалилась со стула она хочет чтобы начать тренировать орлов сейчас не за что они ка это слишком внезапно если не можешь прочесть их перед друзьями как собирается читать и перед незнакомыми людьми нет монки не грамма сострадания мне кажется хочет чтобы улучшили свои навыки против собственной воли я думаю нам нужно это пропустить ребят потому что ну мы в целом то мы знаем что будет дальше начала читать погодите где ой точно я же читала свой стих но никто и захлопал в ладоши они просто стояли и смотрели на меня я воли с первым захлопал в ладоши о ясно блин а когда можно начнем как бы ну решать кто куда идет попытайся не думать о том что читаешь кому-то а это саюри читает так было грубо свет отражался в его зрачках у нее такое изящное лицо не успела и глазом орнуть как он уже кончил читать свой стих не но мне интересно когда как бы дальше что-то будет обязательно выберите стихотворение для фестиваля и поработайте на чтением хорошо вот сейчас они будут выбирать я хочу вот чтобы дошли уже до выбора понимаете у меня горит орел я займусь буклетами так что сообщите мне заранее с чески с чем будете выступать окей ёлки надо бы мне найти другой стих для такого мероприятия все нормально тебе не обязательно брать них собственного сочинения уже приятно уделить вина что выкладываешь что вы складываешь столько сил в наш клуб я по-настоящему счастлива ах да никак твою волю с опять глаза пробовали я закрою я просто закрою монитор рукой а уже не надо несколько минут сидели за своими партами неловко смотрели друг на друга внезапно моника встала и так друзья думаю на сегодня мы можем закругляться знаю что фестиваль вот-вот наступит на давайте постараемся и на завтра также напишем стихи пока все получается так здорово что хотелось бы продолжить а что до мероприятия завтра мы его спланируем у нас будет выходные что подготовиться вот выходные я жду получается мы еще как бы не дотерпели до нужного момента ай-яй-яй понедельник будет грандиозным днем жду не дождусь я улыбнулась моники я смогу я смогу ладно то что мой сможет сказать это ладно малика села на свой штук и я снова начала смотреть на него похоже волюс о чем-то задумал орла полагаю то небольшое чтение стихов повлияло на него но не могу сказать точно в хорошую сторону или плохую спустя мгновение он вернулся в реальности встал с места ты готовы идти сайори ага посмотрите-ка на этих двоих всегда домой ходят вместе голоса нацуки а услышала обиду полагаю нац не помешает беседы с моникой касательно зависти это так мило ты не находишь и блин девочки только не раздувайте из этого целое событие но все равно это наверно приятно судя по его выражению лица который просто нафиг отсутствует то что я сказала могло его немного смутить у него даже глаза с лица пропали я поникла пытаясь избежать его взгляда чем какого взгляда чем он тебя смотреть будет у него глаз нет смысле ходить вместе с ним наверное приятно ну все в порядке воли стене даже ничего говорить ладно пойдем уже уже после этого они вместе вышли из комнаты как раньше моника нацуки я с каждой минуты отстоялся более знакомый что довольно забавно все хорошо юри после выступления ты все так же продолжаешь молчать ну да наверное а наверно слишком сильно тебя давила и сидела в этом то прости меня но ты понимаешь верно то что к нам вступил новый участик уже чудо поэтому есть это мероприятие для нас обвенчается успехом то мы должны обвенчается вообще-то увенчается твою обвенчаться это немножко другое ребята это когда вот наконец-то воля с юрия пойдут в загс вот тогда что-то будет или кольцами обвиняются помка кольцами обвиняются то мы должны воспользоваться этим я поняла не волнуйся дело в мое выступление что с ним похоже что вас она немного озадачила у меня получилось плохо юрий нет конечно нас просто это немного напугало понимать по зачем напугал чем и что не так смысле ты сама слышала свое выступление не не совсем ну вот поверь мне здесь еще было захватывающе на середине со выступлением ты стал гораздо спокойнее как за тебя выступал совсем другой человек правда постой может быть меня вселился демон на половине выступления чертям в это поверил не переживай как скажешь я вздохнул с обличением так вот почему моника обернулась чтобы посмотреть чем занимается нац она начала говорить громче юрий можешь помочь мне кое с чем конечно почему нет интересно что она задумала мы скоро вернемся нацуки нацуки все также искала что-то в кладовке пропустив мимо ушей слова моники мы вместе вышли из химнаты как только моника закрыла дверь она показала мне пальцем на лестницу что она собирается сделать так интересный контент пошел в чем дело моника чем тебе надо помочь на самом деле мне не нужна помощь просто поговорить захотелось такой это у так контент кажется я знаю к чему это все идет я думаю это все идет гамбургер из макдака знаете мне кажется лучший способ излечить любую болезнь это съесть что-то вкусное ребята что вы предложите мне съесть чтобы излечить орла что скажите кажется я знаю чему все это все идет значит я хотел выйти из комнаты чтобы поговорить ну ладно мы вместе подняли орлов по лестнице на крышу здесь дух дул прохладный ветерок давненько меня здесь не было моника закрыла дверь и села на одну из скамеек а я стал чистить глаз так думаю мы обе согласны тем что нацуки сегодня совсем другая верно думаю это можно с уверенностью сказать да не знаешь от чего такое могло произойти ну как я говорил раньше это могло случиться из того что я ее вчера пригласил к себе домой или в этом замешан волясь я еще никогда не видел чтобы она так себя вела меня это очень беспокоит понятно просто хотелось узнать поняла ли ты в чем дело я не говорю что должна приставать есть вопросами касательно того что здесь не так и я разумеется не хочу чтобы ты давала мне информацию но как президент клуба я должна убедиться в том что никого из членов моего клуба ничего не беспокоит как только нацуки пришла она уже нервничала разумеется она вела себя ну странная не знаю смогу ли я рассказать о том нашем разговоре который был в уборной наверное о нем не стоит рассказать но моника хочет чтобы нацуки было лучше я сохраню черт возьми чтобы есть и что рассказать да давай расскажем чё уж там наверно так будет лучше она должна знать я вздохнула в общем помнишь как она ушла из комнаты пораньше да помню я шла за ней в уборную потому что мне как-то не по себе от того что и грустно она кашляла и мне кажется что она еще и плакала знаю это меня не касается на меня это беспокоит не важно в чем основная причина проблема подобная реакция не есть хорошо касается это его или еще кого-то даже если это любовь любовь верно думаешь нацуки влюбилась я на несколько секунд задумалась как только я подумала об этом это не может быть совпадением нацуки начал вести себя так еще 100 момент как воля ступил в клубах нет это не совпадение мне кажется она влюбилась и что у тебя на уме по этому поводу я думал на те что ты тогда сказала ты была права я завидовала это грех ребята один из смертных грехов который мы победили в dark side of the игра кстати огонь но я жили желаю нацуки только лучшего поэтому поддержу ее в нем хорошо именно такое поведение делаете а хорошим человеком юри нет я так не думаю но все равно спасибо моника вскоре ты поймешь что все то что ты видишь не всегда отражает реальное положение делу это тизер того что будет дальше ты не настолько плохая как ты думаешь я играл со своими волосами смотрела куда-то вдаль наверно моника права но и рада текущему положению вещей интересно откуда этот арт он вписывается очень сильно стилистику доки наверно из какой-то игры типа киото шейджин или как там игра называлась из которой помните спрайт девушке второе лицо обожжено взят велика оттуда же это маленькая еще несколько минут осматривались вокруг и дышали свежим воздухом на крыше спустя мгновение услышал как скамейка немного сдвинулась я обернулась и заметила что моника уже ждет меня нам уже пора понимаешь наверное нацуки уже стало интересно где мы ты права пошли мы вместе ушли с крыши моника хотела убедиться что дверь закрыта конечно это необязательно ну и ладно так хорошо снова оказаться в коридоре в родном коридоре ребят котором чего только не было я начала зябнуть моника шла позади меня и что-то напевала она сегодня в таком хорошем настроении я думаю она напевала ребята хэй хэй моника что-то здесь не то хотя мы выступление могло кардинально изменить мои взгляды на мир и должна сама себе верить как только нацуки заметил что мы ошли в комнату она закрыла двери кладовки и подошла к нам что же она там делала вы чего-то медленные а что будет дальше ребята вы узнаете в следующей серии я бы хотел еще наверное сделать серию подлиньше просто чтобы уже как бы узнать что же будет дальше но боюсь что моя голова может со мной не согласиться и отказать и в моих желаниях всем пока ребят всех люблю вы классные держите сердце евгена на следующей серии я не знаю зависит зависимости от моего здоровья и следующая серия подойти не именно поэтому она вообще помогом подойти выйдет ну скорее или позже просто мне очень много нужно читать сейчас очень мало игр с русской озвучка если бы они были было бы проще конечно но их малый поэтому я не уверен как пойдет в общем ребят всем спасибо за просмотр всех люблю до следующей серии и пока